Всем привет! Я давно не записывала видео, целую неделю, может быть, даже чуть-чуть побольше, потому что я очень сильно уставала на работе, я даже почти перестала делать растяжку, потому что просто не было сил. Я очень устала ездить в офис, дорога туда еще как-то более-менее, но тяжело из-за того, что мне приходится вставать в 6 утра, чтобы доехать в центр, и дорога назад очень тяжелая, потому что туда я доезжаю быстро за 40 минут, это очень неспешным шагом, это учитывая ожидание трамвая, вот это время с запасом. А назад выходит очень долго, потому что есть выбор, либо ехать в метро, либо ехать на трамвае. В метро просто невыносимо, я ненавижу метро, метро меня просто выводит из себя, ну, мне проехать всего две станции нужно, но для меня это очень тяжело, потому что на Петроградке в час пик там невыносимо душно. Два раза я чуть не потеряла сознание, когда ходила к Купернике там, и один раз с погони мне стало плохо. Я не знаю, в чем проблема Петроградки, почему там нету должной вентиляции, может быть, она не рассчитана на такой поток народу, но это такое очень рискованное для меня действие, поездка в метро, потому что после работы я и так очень эмоционально и физически вымотана, потому что я стараюсь выкладываться на работе, и потом вот эта духота в метро, правда, мне было плохо два раза, и это довольно рискованно. А ехать на трамвае очень долго, потому что он подбирает все пробки, и, ну, действительно, получается очень долго и тоже выматывает. В общем, за эту неделю я очень устала, но 1 октября я выхожу на удаленку, и это просто прекрасно, плюс у меня будет классный график 4.2. Это значит, что какие-то выходные будут попадать на будние дни, и я снова смогу спокойно ходить на массаж, и вообще много чего делать. У меня будет больше времени, я в 6 уже буду свободна, смогу снова тренироваться в должном графике и гулять, и, в общем, я очень жду, очень довольна. Но вот пока эту неделю, еще одну неделю у меня будет большой загруз, потому что я еще пока что в офисе. Вот. Чешется нос, это к деньгам или к тому, что пить буду? Я пить не буду, так что будем считать, что это к деньгам все-таки. Что еще хотела рассказать? Что я научилась очень круто настраивать себя, за то, хоть я и очень выматываюсь, допустим, вчера, вот это очень показательно, это просто для меня, я так благодарна себе, что я научилась это делать. Из-за того, что я так сильно устаю, я часто проваливаюсь в такую жалость к себе, знаете, вот это чувство, типа, я так устала, мне так тяжело, мне так плохо, мне нужно время, чтобы восстановиться, мне нужно лежать в кровати, мне нужно провести там целый день в кровати, мне нужно поспать там 12 часов, что-то особенное там съесть, не знаю, какую-нибудь фигню чаще всего. И вот эта вот жалость к себе, она опутывает тебя, и ты как будто из-за того, что ты устаешь и выматываешься, ты пытаешься больше, как будто бы отдохнуть, на самом деле ты просто подпитываешь свою вот эту какую-то болезненную эмоциональную усталость. И вчера я проснулась, вчера была пятница, последний день недели рабочей, такой сложной рабочей недели, я проснулась такая разбитая, устала, как будто бы я вообще не выспалась. И тут мой мужчина мне пишет, что приезжай после работы ко мне, проведем вечер вместе, и у меня первая реакция, типа, нет, я так устала, мне нужно вот быть своей норе какой-то, в пещере своей сидеть одной, прийти, лечь, спать, и вообще, чтобы меня никто не трогал, и ты мурчишь прямо в микрофон, и чтобы меня там вообще никто не трогал, чтобы я спокойно сидела, и вообще ничего не хочу делать, никуда ехать, и вот мне надо восстановиться в своем каком-то коконе, в своем каком-то гниде. А потом вдруг я подумала, что какого вообще черта, простите, я себя загоняю в такое эмоциональное состояние, делание в усталости, в отношении к происходящему. И я подумала, стоп, а я уже умею это делать, я же себя вытаскиваю из таких состояний. И я говорю себе, стоп, сегодня праздник, все, сегодня праздник. Вот знаете, то чувство, когда у тебя день рождения, особенно девушки, когда ты в школу идешь, ты маленькая, тебе делают кудряшки, идешь, и у тебя особенный день, или в школе какое-то классное мероприятие, которое ты очень ждала, не знаю, здесь ты у Валентины, не знаю, что-нибудь такое. И у тебя, ты ждешь этого праздника, ты знаешь, что потом дома будет торт, и что ты будешь раздавать конфеты своим одноклассникам, не будут подкидывать тебя на стуле. И вот это чувство праздника, и плевать, что это на самом деле обычный рабочий день учебный, у тебя там 7 уроков, и погода может быть ужасная, но у тебя праздник, твой день просто волшебный. И я вчера, я так умею делать, но я иногда забываю об этом, и вчера я настроила себя, говорю, стоп, хватит, хватит вот этого размазни, хватит проваливаться вот эта жалость к себе, сегодня праздник, и я сделала укладку, я собрала быстро свою сумку, чтобы поехать после работы, ночевать мне дома, я вышла из дома в прекрасном настроении, я все успела, я же делаю записи в дневнике, ингаляцию вот этой вот жопки, и в общем я успела все, я хорошо позавтракала, я подъехала на работу, у меня было чудесное настроение, я слушала классную музыку, и погода была классной, как будто бы все было для меня, хотя я очень устала за эту неделю, ну, объективно, физически, эмоционально, но все это ерунда, когда у тебя сегодня праздник, я приехала на работу чуть-чуть даже пораньше, сходила, взяла себе вкусный кофе, взяла себе на обед сэндвич с цукини, с баклажанами, не с баклажанами, с кабачками, это звук где-то пьет, вкуснейший сэндвич взяла себе на обед, выпила этот потрясающий кофе, который показался мне просто волшебным, насладилась утренней такой полупустой петроградкой, этим осенним воздухом, на работе просто все как по нотам, вчера на самом деле у девочек, ну и объективно было мало заявок, мало звонков, но у меня была какая-то супер волна, просто вчера все хотели отдать мне свои деньги, что ни за звонок, то сделка, просто как по нотам, идеально, и я съела этот вкусный сэндвич, потом у меня было много сил после работы даже, я поехала к своему мужчине, хотя конечно уже под конец вечера я была устала, но мы классно провели время, мы играли в компьютерные игры, меня покормили вкусным ужином, и было просто прекрасно, настоящий праздник, и каждый день, почему каждый день не может быть праздником, зачем ждать чего-то особенного, ведь дело в отношении жизни, и все вокруг подыгрывает тебе, когда ты считаешь, что сегодня особенный день, он и правда становится особенным, это классно, и мне надо об этом не забывать, что это так работает, и что это нужно делать, и вот эта настройка себя, это очень важно. Вот такая история, еще хотела поделиться своими какими-то планами по питанию, потому что последнее время, из-за того, что я устаю, я как-то спала есть, что ни походе, и в дневнике, я веду дневник 6 минут, может быть, знаете, много где продается, как поедет, это, грубо говоря, дневник благодарности, и в конце дня ты пишешь, что бы ты там хотел сделать лучше завтра, и каждый раз я пишу, и каждый раз я пишу, что я бы хотела лучше питаться завтра, я бы хотела больше есть полезной еды и меньше всякой гадисы. И я решила, я посмотрела видео про питание при аутоиммунных заболеваниях, о питании, которое помогает устанавливать вот эти вот оболочки мозга, которые полезны. И поскольку я большой адепт разного вида таблиц, списков, привычек в свою жизнь, ритуалов и так далее, я завела себе прямо таблицу, где выписала продукты, которые мне нужно употреблять. Тут будет склейка, потому что моя кошка хулиганила. В общем, я написала список продуктов, которые мне надо употреблять для здоровья и вообще для хорошего состояния физического и на самом деле эмоционального тоже. И я буду отмечать, прямо ставить галочки те дни, когда я ела эти продукты. Чтобы посмотреть вообще, чтобы держать фокус на том, что мне нужно следить за своим питанием и за моего здоровья, и за того, что я хочу 40 лет выглядеть лучше, чем сейчас, и чувствовать себя лучше, чем сейчас, и быть здоровее и сильнее, чем сейчас, нужно следить за питанием. Тут дело совсем не в похудении, потому что качество питания на самом деле не сильно влияет на похудение, но сильно влияет на мое здоровье, на рассеянный склероз, на количество энергии. Поэтому я написала список, я прямо покажу ее табличку. Это такой трекер привычек на холодильник, там пишешь маркерами, потом можно стереть и начать снова месяц. Очень удобно для отмечания как раз под продукты, которые я ем. Понятное дело, это не будет каждый день, я ем прям все из этого списка. Нет, тогда я просто разжирею и разорюсь. У меня не будет денег, и я буду очень толстой. Нет, просто чтобы держать фокус, чтобы видеть, сколько раз все-таки я старалась есть хорошие продукты, покупать, готовить, есть больше рыбы, больше овощей, больше мяса, больше зелени, орехи мне обязательно нужно есть. Ну и так далее. Вы посмотрите на этот список. В конце месяца, уже, наверное, правда, в конце октября я покажу, что у меня получилось. Насколько это было эффективно, такой способ следить за правильными продуктами в своем рационе. И как я себя чувствую, тоже расскажу, потому что, мне кажется, это такое прикольное эксперимент. Вот, наверное, и все. Видео будет больше в октябре, потому что я уже буду на удаленке, у меня будет больше времени, больше энергии, больше вдохновения что-то снимать, потому что, ну, поскольку я здесь просто, потому что хочу, у меня нет каких-то целей, это все развлечение. Тут очень зависит от моего настроения, от количества моей энергии, от вообще потребности чем-то поделиться. И в октябре этого всего будет больше, поэтому видео будет выходить чаще. Мне написали столько всяких классных, воодушевляющих, жизнеутверждающих историй от людей, которые болеют рассеянным склерозом. Это просто потрясающе. Я получила столько поддержки. У меня такой крохотный блог, но я получаю столько вообще каких-то невероятных комментариев. Это просто потрясающе. Я так счастлива, что все-таки решилась вести этот канал, потому что я всегда хотела вести YouTube-канал. Не знаю почему, будто бы мне прямо хотелось. Но я уже это рассказывала, еще раз скажу, что мне казалось, что надо сделать все идеальное, что у меня должна быть идеальная картинка не на кухне, ну, или не на такой кухне, на какой-то лакшери кухне, на красивом фоне, на красивую камеру, с хорошим звуком. И вот тогда, когда это все будет профессионально, по-настоящему, как у настоящих блогеров, вот тогда я начну YouTube-канал. Это бред. Так никогда никто ничего не начнет. И надо делать с тем, что имеешь сейчас работать. Лучше сделать как-нибудь, чем не сделать вообще никак, никогда и просто мечтать об этом. Вот. Я очень благодарна себе, что решила сделать просто плохо. Что я решила сделать плохой YouTube-канал, где будут редко выходить видео, когда я буду сидеть на кухне и просто делиться тем, чем у меня есть потребность делиться и рассказывать то, что хочу рассказывать. Вот. Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Спасибо вам еще раз за ваши комментарии, теплые и очень приятные. Иногда один такой комментарий просто может вытянуть мой день от состояния, о, Господи, как мне тяжело и плохо, и грустно, до я так счастлива, и все прекрасно. Спасибо вам большое. Всех очень сильно обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok